Чем дальше в море, тем меньше пьяных. 5 августа 2015 года, 17 часов 29 минут по Тарамского времени, в эфире 462 подкаст от Каннского ося и компании. Родился лентяем. Звучит как отмазка, но мне нравится. Добро пожаловать в очередной подкаст. От Каннского ося и компании в эфире, как обычно. Женя и Ваня. Другие могут присоединиться во время эфира, так что ждите. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, другие лусь пусть поспят. Они скорее всего... Здоровее будут. Ну, кстати, да, откручат. Подожди, а разве сон это не для слабаков? Ой, блин, ой, блин, ой, 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 что же я сделал, что же я сделал, что же, что... Фух. Хорошо, что он так медленно грузится. Так, значит, добро пожаловать в развлекательный познавательный подкаст, да, от Каннского ося и компании. Мы собираемся вас развлекать, познавать, там, еще чего-то. Мы вас будем познавать. Вот и сексуальное домогательство. Да, все. Женя, теперь тебя будем судить. Да. Потому что я в подкасте сказал, что мы будем познавать. Да. Своих слушателей. Вот, ну, какой джентльменский, или какая программа на этот подкасте, я не могу сказать, какой джентльменский набор. Даже если я процитирую своего математика, теперь-то... Своего математика? Ну, бывшего математика в школе. Своего математика? Да, теперь я понимаю, насколько этот человек был сексистом, каким он был ужасным человеком, потому что он всегда говорил, что джентльменский набор на этот урок. Он даже не подразумевал, знаешь, там, почему это не должен быть просто набор. Он даже отказывался, как, acknowledge, типа, говорить о том, что в классе, возможно, есть представители женского пола, да? Да. Точно. Судить его надо, судить. В тюрьму таких, блин. Да. Никаких джентльменов. Так, все, кстати, большой комфорт. Джентльменский набор на сегодня попытаемся поговорить про аниме, а также про компанию Крайстер, Хонда, гибкие телефоны, смартфоны, конденсаторы, ну, еще пара автомобильных компаний есть, мы до этого дойдем. А что есть еще? Автомобильные компании. Нет, про Крайстер. А, подожди, есть Форд и Тойота. Точно, наверное, будет про Форд и Тойота. Вот. Так что, да, добро пожаловать, постараемся вас развлечь. Хотя, честно скажу, настроение, по-моему, у всех хреновое сегодня. Ничего, а сейчас пиво подникло в настроении. Ну, вот мы занимаемся самолечением, да? Так. Это медицинское пиво. Добро пожаловать всем, кстати, у нас много людей сегодня, да? Поэтому привет вам в чате. Хау. Чупа-чупа. Так. Так, вот прилепилось это выражение. Дурной пример заразителен, однако. Так, ну что, начнем с недели. Давай, ты про неделю, я про неделю, потом ты про неделю, потом я про неделю. Про неделю. А, нет, ладно, хорошо, да. Я расскажу, что-нибудь. Неделя. О, точно, я же с Лизой гонял в этот самый. В Америку, да. Короче, на этих выходных приезжала Лиза. Мне ее надо было чем-то развлечь, занять, что-то такое. Вот, поэтому... Я ей дал Руэкскюб, да. Ну, как бы, она настаивала на том, чтобы там мы куда-то сходили. Я сначала подумал послать ее, потом подумал, ладно, это хорошая причина на машине покататься. Вот. Ну и в частности, я сам хотел, блин, в кино съездить. Давно. Потом подумал, да, 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 хорошая отмазка. Вот, и действительно, поехали здесь недалеко в этот, в Мичиган, Кантон. Город такой, и там, что там? Imagine Entertainment, да? И-мэджин. Вот. Такой кинотеатр, где, куда Женя уже ездила и рассказывала, что там стоят такие кресла. Раскладные, да. Там можно... Может, с Майком туда хорошо ездить? Абсолютно, абсолютно. Я думаю, ему бы понравилось. Он бы там не уснул. Ну, как бы, пиво туда пить надо. И единственное, что там, по-моему, лимит этот, по-моему, только две кружки или еще что-то в этом духе. Ну, кружки там литровые, поэтому, я думаю, было бы нормально. Вот. Кстати, да. Я, кстати сказать... Два литра пива в одну сессию. Мы когда туда приехали, я сначала немножко растерялся. Там у девочки, я типа спрашиваю, у вас тут лази-бои, да? Да, откладываются. Да. И пиво здесь можно. Ну, да, там внутри. Сейчас идешь, там внутри. Наши люди таких вещей в кинотеатре не спрашивают. Ну, типа того, да? Ну, у них это нормально, все такое. Я говорю тебе, типа, друг посоветовал, все такое, расскажи. Ну, она типа тыкнула пальцем, замечательно. Зашли. Ёлки зеленые. Во-первых, там девочка, которая обслужила нас, она достала книжку. Она спросила нас, типа, удостоверение личности. Да, не на всех проверяющих. Вот. Она достала книжку, открыла там на страницу, где написано. Антарио. Этот, всякие там удостоверения личности. Права, нашла права. А так, сравнила. Ну, вроде ничего. Долго смотрела, пыталась найти дату рождения. Вот ей. Ух, замечательно. Три часа ночи. Сон для слабаков. Вот. Бодритесь. Хе-хе. С пивом. Ну, и... Вроде я уже когда-то это все слышал. Да, это Женя рассказывал. Вот. Но теперь моя сторона этой истории. Хе-хе. Короче, подошли. И она там спросила удостоверения личности. Там повесила браслет. Такой на этот, что типа там они смотрят. Если ты с пивом идешь и у тебя нету браслета. Что такое там. Ну, замечательно. Она спрашивает, вам какую кружку? Я говорю, ну, давай большую. Окей. Наливает. Смотрю, такой, окей. 32 унцы. Это мне потом перевели, что это литр. Ну, еще. Да. Пошли в кино. Ant-Man. Типа... Человек-паук. Человек-таракан. Не, подожди. Муравей. Вот. Паук, таракан. Муравей. Вот. Он сам. Так вот. Уселись мы там. Нам, к сожалению, не достались хорошие места. Но... Так там выбирать надо. Или там не было уже. Все разобрали. Все разобрали. Там... Ну, популярно. Да. Причем, как бы, в час дня был забит зал. Там, в принципе, места не сильно много по сравнению с типичными кинотеатрами, что я знаю. Вот. Но, как бы, там кресло огромное, да? Вот. Не сильно много поместишь. Уселись мы туда. И... Пока смотрели, я выдул все пиво. Лиза не все выпила. Потом сказала, типа, ну, не надо же выкидывать все такое. Пиво, как бы, грех выкидывать. Да. Я добавился. Вот. Фильм был замечательный. Я оттуда вылез в хорошем настроении. Вот. Не, ну, фильм, на самом деле, очень веселый. Поэтому, как бы, достаточное количество юмора не сильно, там, пытается быть очень серьезным. Или еще что-то в этом духе. Очень расслабляющий фильм. Вдобавок с тем, что ты откинутый на приятном кресле и с пивом. То вообще самое то было. Вот. После чего меня, как обычно, после принятия определенного количества пива, меня обычно тянет на то, чтобы закусить каким-то мясом надо. Вот. Ну, надо закусить, блин. Ну, просто пить не то. Вот. Вылезли мы оттуда. Я написал Жене, но Женя был недоступен. Я смел. Да. Женя был недоступен. Так, подумал, блин, куда? Потом такой. Слышь, дорогая, давайте я покажу, где я работаю. Недалеко. Да, я советую. Очень советую, кстати сказать. Я пока там... Я когда вышел из этого кинотеатра, я вышел с мыслью и словами, что я больше в Канаде в кинотеатры не хожу. Вот так вот. Я еду исключительно в Америку, в эти кинотеатры. Да, пей пиво, ешь мясо, это точно. На мне это работает просто офигенно. Я думаю, блин, надо что-то покушать. Единственное, ну, как бы классное место, которое я помню, что по пьяни было очень вкусно, это freaking amazing burgers. Вот. Не, freaking unbelievable burgers. Вот. И я такой, слушай, дорогая, давайте я покажу, где я тут работаю недалеко, да? Ну, недалеко имеется в виду, там, 20 минут езды. Хе-хе. Ну, ничего. Прокатились, там, я вбил в GPS, типа, куда ехать, мне показало Хайвей, я так подумал, нет, на Хайвей я не еду. Посмотрел там по дорогам и поехал по этот, там, по одной какой-то маленькой, типа, окольной дороге. Прокатился, ну, и когда в ту сторону ехали, я такой, о, кстати, ты голодный? Да, замечательно, заезжаем. Заехали туда, выжрали по этому, по бургеру. Хороший бургер, блин, там, они столько грибов туда бухают и заливают это все дело этим сыром. Там, типа, бургер сверху навален грибами, и чтобы грибы не разваливались, типа, залиты сыром. Вот, просто офигенная штука. Ну, и, естественно, как же там бургер взять и не заказать хотя бы одно пиво? Вот. Пиво. Да, выдал там еще одно пиво, потом подумал, нет, так, сейчас рулить обратно как-то будет сложно. Я такой, ну, давай прокатимся так, это самое, да, по окрестностям, да, вот, и выбрал, короче, дорогу, которой, я помню, что она была такая тихая. Вот, еду, 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 такой, о, блин, да, точно, она же здесь заканчивается, точно, надо свернуть этот, да, надо свернуть налево, потом, о, 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 9 миля, замечательно, я эту дорогу знаю, тоже очень классно, тихо, там, среди деревьев и так далее, там, катишься, скорость не сильно высокая, там, от 40 до 50 миль в час, ну, как бы нормально, едем такие, ля-ля-ля-ля-ля, прокатился, и уже такой смотрю, такой, ммм, блин, да, точно, поэтому я, вот почему я эти дороги знаю, блин, наши батя ехали. Ну, мы уже почти что там были, он думал, Саш, давай тут заедем, мне батя хотел показать кое-что там по дому, потому что я буду за домом следить на этих выходных. Он заехал, он же стоит, у него там курятник, блин, все такое, курить кормить надо и тому подобное. Привезешь одну? Курить? Да. Не знаю, нет, я ее перемочить не хочу. Ты можешь живу привезти. Сомневаюсь, что мне разрешат. На балконе курить. Я тебе могу этих свежих яиц притащить. О, давай, пробуем. Заехали к бате, я там выдал, наверное, с пол-литра этого воды, чисто просто, ну, у меня уже сушняк начал пробивать. Посидели там, что-то походили, я немного выветрился, нормально. Вот, покатили обратно домой и в итоге, когда я додумал уже, мы до конца добрались, в конце концов добрались. Девять часов отсутствовали, да, потому что мы обратно приехали где-то в девять, выехали где-то в двенадцать, ну, там, чуть раньше, чем в двенадцать. Сколько вы вернулись? Где-то в девять. А. Яблоки сало есть. Ну, я хотел спросить, но это же батин дом. Там никогда ничего нормального нету. Ну, по нашим стандартам нормального. Как бы, там нету нормального пива, там, какое-то вино и еще хзш. Как бы, причем, причем там вино, там. А сыр? Нету нормального сала, там, как бы. Ау, нет. Ну, ну, блин, понимаешь, ну... Конечно, там домохозяйка с Украиной. Ну, там люди нормально не проводят вечера, понимаешь, или даже выходные по-нормальному, по-человечески, знаешь, с бутылкой чего-нибудь, с салом и так далее. Ну, нету, ни огурчиков, ничего. Нету, это называется «последствия религии». Нет, а из кинофильма. А-а-а, болеете. Ну, ничего, устали, офигенно, потом она меня еще там вечером помучала, что у меня, блин, в воскресенье, блин, спина начала болеть, сегодня только еле-еле начала проходить. Батсекс. Шара. Вот. В воскресенье я, конечно, убитый был вообще никакой, и благо она там собралась, пошла к какой-то подруге, обещала, что ненадолго. Я такой, да-да-да-да-да, да-да-да. Не надолго. Конечно, я же знаю, как у нее ненадолго. Вот, она вернулась где-то часам к 8-9 вечера. Все нормально. Ну, замечательно. По крайней мере. По крайней мере, я более-менее отдохнул. Она мне, конечно, полночи, как обычно, спать не дала. Вот. Нормально. Вот, поэтому я, как бы, у меня недостаток сна еще где-то с субботы, где-то так. Вот. Бывает. Зато неплохо провел это. Выходные, в смысле, покатался неплохо. Мы еще туда, когда ехали, мы ехали по одной дороге. Я посмотрел по этот, я все-таки установил Google Maps. Вот, посмотрел. На самом деле, не сильно большая разница, в том смысле, какой маршрут дает. Не, разница не сильно большая. Google Maps, она более такая сообразительная, мне кажется. Быстрее грузится. И, к тому же, у нее проблем с местами меньше. Иногда Apple Maps может тебя завести. Единственная маленькая проблема, я не нашел, где отключать маршрут. Вот, ну, блин. А, как ни странно, Google Maps была сделана инженерами, и поэтому там юзабилити... Да, да, да. Она работает быстро, показывает точно, что, как бы, мне мужик на границе, после того, как мы там минут сорок, наверное, простояли под солнцем, учитывая то, что мы проскочили по линии, где там эти... СМ-траки, типа, как они там... Грузовики, типа, ездят. Ну, мы просто с этой стороны заехали, и мне поначалу... Я думал, типа, там, вклиниться в ту линию, где там все машины стоят, но они там все стоят, а сзади трак едет. Ну, и думаю, блин, ну, елки зеленые... Я не хочу сейчас вставать, а то, блин, у меня машина маленькая, а трак большой, блин, сейчас раздавит нафиг. Ну, и такой, еду так вот потихоньку, ну, трак давит, я еду, трак давит, я еду, 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 и, ну, и весь мост, короче, так и проехал, там, уже... Уже под конец я... Не, я такой... Аааа, блин... Смотрю, какой-то чувак такой раз, встал, Типа они там потихоньку уже Под конец начали двигаться Я смотрю один чувак И притормозил Такой классно Залез такой спасибо чувак И после этого мы еще где-то 40 минут там простояли На удивление Сильно нас не трепали Хотя линия была офигенно медленная Даже по сравнению со всеми остальными Но не важно Мне кажется когда ты катаешься с рабочей визой Тебя вообще в общем меньше трясут Мне кажется Я не уверен просто Когда он спросил Типа он сначала стандартное Типа гражданство Где живете И потом куда едете В кино Он такой смотрит на меня Смотрит на нее Какое кино Antman У нас это самое Мы хотим на часовую сессию попасть Такой смотрит на часы Ну на часовую сессию вы не попадете Потому что время там уже было Этот Двенадцать Двадцать пять Тридцать Что-то в этом духе Это doesn't look like it Но моя тачка просто монстр Я смотрю Ну там в два будет Он такой Ну ладно Езжайте Удачи Have fun Там все такое Типа Удачно повеселиться И тому подобное Я такой смотрю на телефон А у меня телефон еще лежал Прям этот Там посередине В машине И под солнцем Он перегорелся Мне айфон сказал Что остудите телефона Потом пользуйтесь Я выехал на Первый попавшийся Так сказать Хайвей Думаю Примерно в эту сторону Ну я примерно в эту сторону Ехал Единственное Что я там путь выбрал Что по окольным дорогам Потому что Учитывая Типа пробки На дорогах И все остальное Показывалось Что там должно быть быстрее Вот Потом меня Естественно Google Maps Обвел кругом немножко Я небольшой Кружок сделал Но дорога Действительно Как бы Поначалу Когда заехал Я подумал Что за Трущобы Я заехал Потому что там Знаешь Несколько Поворотов Как бы На углу Сидели Там Всякие Там Типа Бабоньки Этот Дяденьки Сидели С плакатами Жрать не на что Подайте И все остальное Дома С забитыми Этими Окнами И все остальное Вот Ну благо Моя машина Дергается На первой Очень хорошо Как там Это В песне Именно Welcome to Motherfucking Detroit Ну что там в духе Ну ничего Ничего Когда мы туда Блин попали Там проехали Конечно было страшно Потому что там Водители на тех Дорогах Блин явно Местные Ни хрена Никто никуда Не смотрит Все ездят Право-лево-лево-право Старт-стоп Старт-стоп На ровном месте Там Светофор Не светофор Нет Азиаты Это Зарказм В Детройте Одни азиаты Я тебе гарантирую Вы когда-нибудь Видели Азиаты Бездомных азиатов Нет Вот Они дискриминируют Против Бездомных Как так Не говори Немного Было страшно Вот именно Знаешь Вот Вся местность Ну и в частности Как бы Водители На тех дорогах Как бы Были Ну просто Жутко Подожди Если тебя уволят Автомобили были не грязные Они были все битые В какашку Все Если тебя когда-нибудь Уволят Тебе придется поехать Анэмпломент Центр В Детройте Там тоже весело Спасибо Я на автобус Поеду Туда автобус Помню Это специально Сделано Знаешь Это тот Который по десятке Туда уходит Нет По 75 Туда уходит Он рядом За Тройтом Понятно Ладно Я по-моему Это был Чувак Это Это страшное место Чем-то похоже На русскую Блин Столовку Где там Даже не Столовку А вокзал Какой-то Вот дешевый Блин Вокзал Где там Бомжи сидит Нет Это Мне напоминает Государственное здание Где там Что-то выдают Какие-то бумаги Да Не-не-не Анэмпломент Центр Другой А Понятно Вот Там Там самое страшное Это дойти Буквально Три метра От парковки До входа Потому что Такое ощущение Создаёт Что тебя могут Прямо там Между Между Там Что ты Пропарковался И дошёл до двери Что тебя Прямо там И ограбят Короче Есть туда Днём На всякий случай Нет Блядь Вечером Надо будет Почитать И Этот Как бы Посередине Между тем Как Когда Это самое Между Периодами Когда им Выдают Этот Велфер В тот день Знаешь Прямо Перед Открытием Вот Они там Открываются Допустим 8.30 Там появится Знаешь Этот 8.25 Вот прям В Америке Даже у бездомных Чёрных Людей Автомобили Чистые Правильно Там мойка Автомобиля Вся битая Зато чистая Конечно Главное Чтобы она была чистая Бампера нету Там Ну Я не знаю Порвало Ну Там Фары Не светят Ещё Чего-то Там Клеёнкой Заклеено Вместо стекла Тому подобное Там Маленькие Вмятины Знаешь Ну там Как будто От бейсбольной биты Но это мелочи Главное Что она едет И чистые Норма Бельгин дешёвый Да Вот Ну ничего Доехал Главное Доехал Вовремя Мы туда прикатили Во сколько В час В час 05 А фильм начинался В час 15 Так что у нас 10 минут было Чтобы там Пиво достать Да Купить билеты Купить пиво И завалить В этот В зал Вон Нормально Провели время Покатались Замечательно Ну Хочу отметить Что действительно Google Maps Показывает Довно-таки Неплохо По сравнению Я Всегда Я как бы Особо Как бы Этим картами Много не пользовался До Скажем так Последнего времени Несколько раз Пользовались Что там До банка Доехать Ещё чего-то Там Вот Но Я не большой фанат По сути дела Я обычно Люблю изучать местность И всё такое А потом Ехать Как знаю Но Тут пришлось И Я Так как я Раньше До этого Не пользовался Никакими картами То Для меня И Apple Maps Показалось Неплохо Поверь мне Apple Maps Зелена Неплохо Если хочешь Прикольнуться Я тебе могу Одолжить Свой GPS Нет Ты знаешь Лиза мне пыталась Её GPS В паре Типа Я даже GPS Принесла Оставила Здесь Прям Прямо сейчас Выложила из сумки Нафиг Вот здесь На столе Положила Даже не трогай Не думай У меня есть iPhone Сам такой разворачивался Google Maps Google Maps У меня GPS Весёлый Потому что Когда Например Ты едешь Отсюда В американский Коско Там Который Самый близкий Там В принципе С трассы Сворачиваешь Вообще Вот ты Как выехал Ну Прямо Да Ты ешь Туда Моя GPS Где-то Рядом с Детройтом Надо обязательно С трассы Съехать Потом Проехать Через эти Трущобы Километров Так Десять И потом Свернуть Обратно На всё Тот же Хайвей На котором Ты бы Был С которого Ты съехал Да Да Надо Надо Признаться Надо быть Оптимистом И я с этим GPS много Ездил Потому что Мы Небогатые Люди У нас Apple Maps Везде нету Вот И Я тебе должен Признаться Что в некоторых Моментах Когда ты Вот так Сворачиваешь И хрен знает Куда заезжаешь Тебя GPS Всё равно Довезёт Может по кривым Дорогам Но довезёт Иногда Находишь Очень классные Вещи Поэтому Как-нибудь Местных Спрошу Если я туда Поеду Я первым делом Себе найду Там подружку Которая мне Покажет Все правильные места Подружки Там легко И много Найдёшь Я же про что Говорю Будет легче И дешевле Легче Точно Дешевле Может быть В принципе Да Ладно Не будем Об этом На эту тему Не нужно Никому Некораживаться Главное Занять Правильными Вещами Поверь мне Если туда Приедешь Все тёлки Будут твои Единственное Тебе придётся Испанский Учить Потому что Никто там По-английски Толком не говорит Хотя Одну тёлку Я нашёл Которая по-английски Говорила Молодую Они там Все молодые Сочные С большими Сичками И жопами Ты можешь найти Очень молодую Оу Не об этом Сегодня подкажем Это не Сички-писки Шоу Не думайте Нет У нас семейное Шоу Ну Нормально Слава богу Лиза смотала Удачно Я имею ввиду Хорошо Провели выходные Так сказать Я единственное Что был убитый Напрочь Так что Малость Мне очень понравилось Когда В один день вышел Я выхожу Ваня там И Лиза сидит В машине И я выхожу И Ваня там Я думаю Как мы втроём В одну В эту машину Влезем Ничего Я понимаю Что при твоём Стиле жизни На самом деле Эта машина С двумя сидениями И бесполезным багажником Это на самом деле Плюс Я это целиком понимаю Жень И в этом Моменте Это был огромный плюс Дорогая Что такое Тебе до дома Надо подвезти До мамы Да Но ты понимаешь У меня в машине Только два сидения А нам надо ехать На работу Тут же недалеко Дойдёшь Замечательно Пока Пока Да Видишь какой плюс Жень А ты говоришь Непрактичный Блин С моим стилем С стилем жизни Блин Самая практичная машина Я бы тебя подвёз Но места нет Жень В багажник Он видимо Подожди А ты фотографии Багажника не делал Нет Нет Скажем так Когда нужно будет поехать В магазин Придётся всё-таки На моей ехать Да За покупками Типа Аля Покушать Купить Женя Считает Что в мой багажник Ничего не влезет А я ему говорю Что блин Хлеб можно смять Упаковать Колбасу распластать Ну Рыба и так плоская Ну Всё поместится Туалетная бумага Тоже очень хорошо сжимается Да Когда в особенности Там 24 рулона Зато смотри Какая Это самое Какая Эффективность Использования Места Максимальное Использование Места А у тебя там Блин Всё катается Блин По багажнику Блин Разваливается У меня хрен Чё развалится Так что Всё было весело На работе Я всё пытаюсь Протолкнуть Небольшие изменения Но Я Я сначала Сделал Типа Запрос на изменения Как бы Я сделал Главные изменения Но По ходу дела Когда я там проходил Я такой Оооо Кстати сказать Здесь почищу Здесь почищу Здесь почищу Вот это поменяю Здесь новую версию поставлю Там быстренько Пробежался По этим изменениям Такой Замечательно Все Все эти баги Которые Которые у нас Периодически Выскакивают Они Вроде Починились Всё там Всё такое Всё замечательно Ставить 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 Типа Выставил Вкладывать Я такой Слышь Чувак Ну блин Ну не все знают Как этот Как проставлять Переменные В системе Но Ёлки зеленые Я и так уже Этот Батч скрип Написал Чтобы уже Просто Тыкни сюда Дабл клик У тебя Всё будет работать Вот Вот Всё Всё настроено Типа Знаешь Чтобы Запустить проект Требовало буквально Там Четыре клика Дабл клик Один раз Но то чтобы Этот Импортировать проект Дабл клик Второй раз Чтобы Все Зарегистрировали Библиотеки Которые Отдельные Должны быть Обязательно Потому что Он мне не разрешил Немного там Похакать И Сделать заодно И мейвен Этого Этой библиотеки Потому что Они официально Её не поддерживают У них нет мейвена Поэтому Он мне не разрешил Но не важно Не важно И как Вот С начала недели Всё это жду Тем временем Всем другим Девелоперам Раскидал Эту версию Заставил Их тестировать Парочку Прогнал Они Прогнали Эту версию Типа Им всё Понравилось Они всё ждут Пока Я Получу Одобрение Тома подобное Но Я думаю Я всё-таки Корпоративную машину Не пересилю Я уже там Я уже дважды Там сдался Я Вернул версии Райно Вернул На Ту Которую Мы использовали Я Изменил Ещё что-то Там Версию Не-не-не Я снизил Версию Райно И я убрал Скрипты Дополнительные Которые помогают Юзеру настроить Эти хрень Просто Там проблем Много Поэтому Никто Никто Не хочет Голову В печь Совать Не Ну Понятное Дело Но Твою Мать Знаешь Я пытаюсь Мэйвон Туда Вставить Блин Всё что я сделал Это Блин Переформатировал Я понимаю Я просто должен понять Насколько для них Это Неподъёмный труд Ну Страшно Бояться Я знаю Я знаю Они так Зашуганы Этими всеми Блин Разными Библиотеками Я всё понял Жень Я это В итоге Всё понял Когда он меня Игнорировал Два дня подряд В этот В пиаре Ничего не отвечал Я уже Не лезь Оставь его в покое Ну Я его и так Пытаюсь Не напрягать Единственное Что у меня Допустим Сегодня у меня Создался вопрос Там типа Целой функции Ну как бы Что выглядит Как дополнительная Типа Функция Этого принтера Вот И она У меня На машине Просто крашится Да Вот Как ни крути Знаешь Оригинальный Этот билд Который у нас Был до этого Неоригинальный Вот этот С мейбаном Ещё чего-то Крашится 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 Я уже Потом Когда От него Ответ Получил В итоге Вот Я понял Что Как бы Я думал Это просто так Они Знаешь Дури Ради прикола Типа Там Проверяют Что Всё Леджитно После того Как уже Отпечатали Документ А на самом Деле Эта проверка На самом Деле Должна Посылать Как бы Месседж На Так сказать Корпоративном Уровне Вот Типа XML Со Всеми Данными Вот И Типа Большие Как бы Дилеры У которых Есть Своя Система Они Этот Месседж Берут И Сами Его Потом Парсят И тому Подобное Вот Поэтому Это Очень Большая Функция Которую Я хотел Вообще На Барис Если Так Поэтому Да Я Был Прав У меня Знаешь У меня Я Сижу Смотрю Думаю Нет Насчет От этого Надо Точно Спросить Я И так Пытаюсь Лишний раз Не тыркать Но Некоторые Вещи Просто Никак Потому Что Он Единственный Человек Который Хоть Как То Знает Что Там Происходит Все Остальные Такие Не Ко Мне Еще По Словам Питера Что Он Сказал Что Они Раньше Держали Этот SVN Вот И Там История Как По Настройкам Там История Хранилась Только Год Так Как Там Изменения Происходили Раз В Два Года То Как Бы Отследить Какие Либо Комментарии Еще Чего В этом Духе А Вань Подожди Еще Десять Лет Там Все Наралится Конечно Да Так Что Да У меня С этим Делом Там Большая Головная Боль К Счастью У У меня Маленькое Там Очень Медленное Продвижение Гитом Шаги Да У меня Там Очень Много Чего Если Посмотришь Этот Blame В смысле Аннотации В Гитсе Там Если Зайдешь На Пиар У меня Там 15 Изменений Да Я Здесь Убавил Эти Лишние Убрал Эти Пустые Линии Которые Сгенерировали Сами По Себе Из-за Того Что Там Гит Сконвертировал Из Оригинального Сорса Он Посмотрел Типа Сконвертировал Line Эндекс Так Далее У меня Там Очень Все Главное Не Жать Контроль Альт Л И все Будет Нормально Я Не Жал Не Жми Я Я Нажал Альт Энтер И Он Сказал Хочешь Вот эту Дополнительную Хрень Убрать Да Хочу А Кстати Заодно Еще И Файл Переформатировал Твою Мать Самое Противное То Что Этот Гит Не Видит Разницы Мы На Винде Работаем Он Там Разницы Не Видит Как Он Просто Сам Текст Берет Без Всяких Окончаний Еще Чего То Он Просто Берет Текст И Смотрит Там Как Суть Текста Осталась Та же Самая Замечательная Изменений Нет Когда Дампишь На Стаж Он Тебе Ты Все Поменял Весь Файл Изменил Так Бывает Так Что Не Понял Какой Прогресс Прогресс Идет У Меня Начнем С Грустной Новости У Меня Лаптоп Понемножечку Продолжает Умирать Раньше Он Только Выключался Сам По Себе Надеюсь Во Время Записи Не Не Почему Женя Это Прогресс Он Теперь И Включается Сам По Себе Да Теперь Он Еще И Включается Я В понедельник Пытался Уснуть С Один С Пытался Уснуть Пытался Уснуть Какой-то Бат Звук Меня Иногда Ночью Глючат Вообще Я Начинаю Слушать Какие-то Шаги Знаешь Там Какой-то Маг Начинает Кастовать Фаербол Ну Знаешь Такие Стандартные Глюки Вот И Тут Какой-то Такой Звук Я Такой Прошел Чат Включился Чат Чат Да Чат Нет Нет У меня Проглючил Нет Чат Включил Нет Почти Ужин Начал Засыпать Опять Фак Точно Чат Включился Точно Пошел Короче Как Мошение Вот И компьютер Действительно Сам Включается А ты уверен Что Виндос Не Поставил Да Я уверен Вроде Еще Мак Стоит Вот Короче говоря Теперь у меня Этот Да Хакер из России Я знаю Снайпер Захватил Короче говоря Я не знаю Мне надо Начинать искать Новый лаптоп Но У меня Мне Ничего Сейчас Из того Что продается В Apple Store Мне ничего Не нравится Кроме Кроме Одной Старой Машины Но Они Продолжают Эта Машина Старая Но Они Продолжают По той Самой Цене Продавать Поэтому Я не Вижу Никакого Смысла Грохот Нью Тысячу Баксов Если Она Уже Два Года Знаешь Буду Ждать Пока Машина Реально Концы Не Отдаст А потом Посмотрю Что у них Там Выйдет Чем Выйдет Тогда Ничего Не выйдет Честно Сразу Снайпер Да Вот Хорошая Новость На прошлой Неделе Прошла Мы С Ваней Сходили За Nexus Ну Не Сходили Виртуально Выражаясь Сели За Лаптоп И Как Начали Грайндить Грайндить Да Действительно Данженс Прошли Ну Блин Я Я Старый Блин Эти Письма Откопал Со всеми Адресами Где Жил За Последние Пять Лет Да Со Всякими Этими В некотором Смысле Я даже Быстрее Жене Закончил Потому Что Мне Не Пришлось Описывать Свою Историю Работы Карьеры Вот Где Работал А Я Был Студентом А Потом Не Работал А Потом Здесь Работал Ну Официально В принципе Так И было Вот Короче говоря Я знаю Что Вы Не знаете Что такое Nexus Поэтому Придется Объяснить Что такое Nexus Nexus Это значит Такой Бриллиант По-моему Да Драгоценный Камень Который Вы Находите В каком Динжоне Ваня Подожди Ты говоришь Про Варкрафт Или Ну Да По-моему Только Там Nexus Раздают Молденкор Да Точно Точно Он Да Ох Видите Я больше Ваня знаю Так вот Вы Заходите Варкрафт Просто Некоторые Другие Нексусы Знаем Особенно Сейчас С Варфреймом Блин Вот Ну да Это один Способ Получить Nexus Другой Способ Значит Nexus Это Специальная Специальная Карточка Которую Когда вы Приезжаете На границу Между Америкой Канадой По-моему Если я не ошибаюсь Америкой Мексикой Да Вот Америка Канада Мексика Вы можете Заехать Там есть На границах С определенной Линией Которые так и Называются Nexus Линии Да Или Быстропроходные Линии Это как Проездной Через границу Да Вот И вы Показываете Первый При проезде Вы его Должны Просканировать А потом Вас будут Меньше Мозги Трепать И Обычно Там Линии Намного Меньше Вот И Проходит Намного Быстрее Вот И После прошлой недели Мы с вами Почему-то Как-то на прошлой неделе Совсем была Жесть Мы попадали Блин Практически Че В четверг В пятницу В субботу Я этот Я на границе Застрял В понедельник Мы Попали Вчера Окей Было Вот И Да Короче говоря Да Мы решились Мы уже долго Спекулировали На тему Достать Нексис И На этой неделе На этих выходных Не Подожди В понедельник Мы В понедельник Да Как раз Тоже было В Канаде Чисто технически Был этот Выходной В Канаде Чисто технически Практически У нас был Рабочий день Мы Простояли И уже Приехали Женя Такой Я сейчас Посмотрю Приехали Женя Такой Заходит Так Давай Да Ну и короче Начали мы Заполнять бумажную работу Хорошо Новый сайт Потому что Там есть На самом деле Еще формы Которые Можно распечатать Заполнить И отослать Вот Но Новый сайт Лучше Потому что Если там Ошибешься В чем-то Тупом Они там О да Сколько Они там Тупых Ошибок Ну В смысле Ошибок Так сказать В кавычках Нам указали Единственный Интересный Момент То что Сколько там Пять раз Спрашивалось Спрашивалось Или мы Являемся Легальными Гражданами Соединенных Штатов Америки Не Не Там Нелегально Легально Или Проживаем В Америке Легально Проживаем В Америке Да Я Этот вопрос Не совсем Понял Потому что Для меня Было бы Намного проще Разбить на два вопроса Первый Проживаете ли вы В Америке Да Нет Второй Легально Вы проживаете В Америке Да Нет По-моему Намного проще Чем Легально Проживаете ли вы В Америке Легально Я говорю Нет Нет Что Мы там Нелегально Проживаем Или нет Мы там Не проживаем Легально Что нет Именно Мы там Не проживаем И легально Вот Мы там Легально И не проживаем Нет Только Нелегально Да Ну короче На самом деле Один и тот же вопрос Там задавался Несколько раз И в итоге Когда Нам дали Осмотреть Всю Законченную Аппликацию Там была Целая Отдельная Графа Которая Специально Говорила Что мы Не Живем В Америке Да Как результат Ну Результат Нам придется Ждать Там еще Второй Будет Рейд Куда Надо Будет Появиться Уже Живем Там Будет Происходить Мы Ждем Спана Блин Это Да Ресета Ждем Да Вот И туда Придется Приехать И там Должно Быть интервью Все Кто Мне Говорили Интервью Должно Быть Короткое В принципе Не особо Такое Кто знает Что они Опять могут На интервью Спросить Какие-то Тупые вопросы Типа Что ты делаешь По работе Твою мать Вам это реально Интересно Вот Ну Да У меня На это Политика Очень замечательная Как Ночной Объясняет Мой предыдущий День При этом Добавляя Что я Анализирую Потому что Я же Аналист Поэтому Я анализирую А потом Продолжаешь Говорить Про свой Рабочий День И у всех Обычно Уши Так вянут Потому что Они нихрена В этом Не соображают И они Сразу Да Да И благо И благо На На Держи Свой паспорт Иди отсюда Иди Работай Фу Да Так что У нас будет Еще наверное Интервью Когда Не знаем Вот Может быть Через Месяц Может быть Через Три Да Потому что Ну Дон сказал Что у него Там Чуть Два Месяца Было Да Но он Откладывал Но он Откладывал Так что По сути Дело Может быть Через Неделю Может быть Через Три Месяца Вот Посмотрим А еще Один Замечательный Перк Этого Нексуса Проезд На Один Доллар Дешевле Да Извиняюсь Это Наверное Еще Один Проезд И Потом Еще Есть Третий Перк Если Ты Будешь Летать По Америке Или Из Америки Или В Америку Это Можешь В Аэропорту Использовать Да Тебя Тебя Не будут Яйца Фотографировать Чупать Потому что Нексус Карта Она Значит Что Ты Доверяемый Член Обществу Тебе Можно Доверять Ты Человек По Бизнесу Путешествуешь Постоянно Пересекаешь Границу Постоянно Поэтому Нефиг Особо Без Особой Причины Тормоши Да Это Как бы Противоположно Этого Черного Листа Ихнего Серого Листа Или Белого Листа Не Ну то Что Ты знаешь Там Типа Подозрительная Личность Рандомный Провер Вот И В общем Да Мы Долго Спекулировали Наконец-то Сделали Ну Блядь Четыре дня Подряд Застревать Там Да Конечно Причем Самое забавное Я думаю Самое сильное Нервы сдадут Да Как бы Забавный момент Заключается в том Что Мы с Ваней Когда приезжаем А мы приезжаем Относительно Рано На границу Там Там все Обыкновенные Ладно С нами Увидимся Давай Вот Все Все простые Для простолюдин Линии Они забиты Нексус Линия Ни одной машины И мы так Туда приезжаем И так Периодически Такое Периодически В то время Когда мы приезжаем Нексус Всегда Свободно Вот Для простолюдин Линии Они как бы Иногда нормальные Иногда просто Полный пипец Вот Поэтому Мы так уже Статистически Посмотрели На эту проблему Как бы Но мы приезжаем Нексус Всегда Пустой Всегда Ну а не всегда Но даже Даже в те моменты Когда Когда там есть машина По крайней мере Они двигаются В Как бы В хорошем порядке Там Там можно В течение Там Я не знаю Максимум Десяти минут Проехать Да Вот Тогда как В обычных линиях Иногда Блин На сорок пять минут Можешь застрять Иногда и на час Я думаю Мы с тобой Вдвоем Еще на час Не застревали Там Но Один раз Мы по-моему Чуть ли не сорок минут Там были Да Вот Так что Значительно Как бы Хрен с ним Что этот Нексус Стоит пятьдесят долларов Еще чего-то Ну на пять лет Десять долларов Тебе это Да Тебе это на проезде Это именно Знаешь Напряг То что Делать еще дополнительные Блин документы Все остальное С моей личной точки зрения Это типа О еще Еще один Блин Там Иди Делать Еще одну Хрень Там заполнять Там И так далее Потому что Я очень Люблю Заполнять Все эти Официальные Бумаги Да Тем более Наши личные Данные Теперь отправятся На серверах Китая Да Вот Ну Вот это Неприязнь Да Вот Но А иногда Блин задерживаются Там На полчаса На этот На сорок минут В одну сторону Если в среднем У нас время Уменьшится До 10 минут То да Оно Абсолютно Стоит Да Тогда Тогда мы будем Действительно Просто это Полчаса До работы Счет того Что все наши Рабочие На работе Обычно Добираются Намного Дольше Долбаные Канадцы Бензин вам Дешевле Козлы Так Вот Следующая На этой неделе Я Открыл Интересное Приложение Называется Tripomatic Вот Корневое слово Trip А потом Umatic Это автоматически Трипишься Когда туда Смотришь Да Если бы Скажем так Много лет назад Когда я Познакомился Еще со Стрипкодом У меня была Замечательная идея Да Сделать там Веб-сайт Который будет Там планировать Поездки Все остальное Вот Потом прошел А ты имеешь ввиду Shad Да Трип Вот Типа путешествия Поездка Потом Что произошло По-моему Год или полтора Спустя Вышел Сайт По-моему Tripit Или что-то такое Там тоже У них была Похожая идея Как у меня Но я На то время В подкасте Жаловался Что Чего-чего Пролететь Сто триллионов Километров И тратить Три часа На границе Звереешь Не Серьезно Звереешь Там пипец Каждый день Туда Туда ехать Обратно ехать Туда ехать Обратно ехать Дорога Сама Пофиг А то что На границе Старт-стоп Старт-стоп Иногда Блин Просто Приглад Я абсолютно Серьезно У нас Дорога Очень легкая Потому что Мы всегда Едем В неправильном Направлении Когда все Люди Едут В Детройт Мы едем Из Детройта Когда все Люди Едут Из Детройта Мы едем В Детройт В итоге У нас Зимой Летом В любое Время Года На трассе Никогда Нету Пробок В отличие От всех Наших Других Товарищей По работе Которые Едут По самой Внутри Самой Америки Которые По стандартному Течению Да И они Всегда В пробки Попадают Вот Независимо От Ну Зимой Намного Хуже Потому что Там все Стают Еще Дольше У нас Никогда Такого Нет Единственное У нас Единственная Проблема Это Граница Да На границе Создаются Единственное Место Где пробки Создаются Зимой Зимой Кстати На границе Лучше По одной Причине Солнце Подымается Намного Позже Люди Встают Намного Позже Поэтому Ты сейчас Попал В такой Период Когда Вот Но зимой Намного Лучше Потому что Ты выезжаешь Мы выезжаем Там Ровно В семь На улице Темнота Все спят Еще Да Все еще Боятся Выезжать На улицу Потому что Темно Ни хрена Не видно Поэтому Ну Ладно Возвращаясь К этому Трипоматик Приложению Автопутешественник Типа того Ну В общем Нашел я После того Как я придумал Эту идею Спустя Года Или полтора Вышел Там Какой-то Вышел Какой-то Веб-сайт С каким-то Приложением Вот И я На то время Сказал Что Идея Та же Но Не совсем То Вот И Как бы Говорю Ну Типа Все Доделали Место Для Нет Они Не доделали Кстати Вот Я Наверное На их сайт Забил Потому что Он Слишком Напряжный Напряжный Да Вот И Опять же Поскольку Я сейчас Еду В Огромное Путешествие Жена У меня Забила Типа Дорогой Ты же Умеешь Софт Писать Напиши Мне Софт Вот И опять Эта идея Вернулась Ко мне Но Поскольку Я уже Как бы Знаю Тему Я решил Сперва Поискать Потому что Знаешь Свято Место Пусто Не бывает Если Одни Сделали То Значит Кто Другой Сделает Сделала Другая Компания И Сделала Она В принципе То Что Я Хотел Вот Интересный Момент Что Они Сделали Настолько Ближе К тому Чему Я Хотел Что Просто Потрясающе Первый Момент Они Используют Бизнес План Бизнес План Писал Нет С бизнес План У меня Проблема У меня Генерировать Идеи И писать И имплементировать Идеи Это без проблем Деньги Заработать Это у меня Большая Проблема Какой Ты еврей Да Какой Я еврей Вот И Короче Говоря Первое Значит Этот Трипоматик Он используется Открытой Карты Когда Еще Виктор В то время Когда Виктор А Я Помню Он Не мог Перевести Блин С одного На Другой Вот Я Тогда Еще Виктор Говорю Ты Можешь Разобраться С открытыми Картами Дело Конечно Вы Сами Знаете Не Выгорело Но Не важно Я Тогда Хотел Использовать Открытые Карты Потому Что Гугл Просил Слишком Много Денег Они Используют Открытые Карты Как И Я Хотел Они В принципе Как Этот Сайт Они Предоставляют Список Всех Достопримечательностей Как И Я Хотел Они На Карте Прокладывают Маршрут Как И Я Хотел Вот Некоторые Проблемы Они Решили Вполне Очень Очень Интересно Поскольку Они Не Могут Пользоваться Гугл Апи Где Выбрасывается Список Достопримечательностей Они По Моему Откуда То Другого Места Достопримечательностей Знаешь Используют Разные Сервисы Я Подозреваю Сзади Сервера Вот А используют Еще Другие Сервисы Чтобы Подкачивать Достопримечательности Молодцы Ребята Хорошо Сделали Поэтому Я Собственно Говорю Рекламирую Грубо говоря Этот сервис Вот Единственное Единственное Там Есть Еще Небольшие Факапы Но Это Приходит От Бесплатных Карт Вот Но Скажем Так Если Я Продолжил Затем Заниматься Я К мысли Я бы Решил Примерно Так же Вот Поэтому Снимаю Шляпу И Презвожу Приложение Доступно Как Из браузера Так Доступно На Айфоне На Андроиде Вот И Оно Не Совсем Скорее Что Слушать Подкаст Оно Не Совсем Интуитивно Вот То есть Там Нужно Было В этот Момент Надо Было Врезать Ваню Где Он Мог Бы Выяснить Вот Этот Юзер Экспириенс Не Это Очень Смешно Ваня Конечно Блядь Нихуя Работ Никак Не хочет Но В некоторых Моментах Ваню Надо Вставлять Потому Что Там Вот Юзер Экспириенс Я Кнопки В тупом месте Находятся Да Там Сценарий Проработан Неправильно Там Слишком Там Не Есть Неинтуитивные Вещи То есть Через Них Пройти Можно Это Не проблема Потыкал 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 Научился Вот Ты знаешь Чтобы Это Было Задроты Чтобы Интуитивно Я знаю Я знаю Я тебе Блин Так Мозги Уже Промал Насчет Достаточно Вот Поэтому Да Там Надо Ставить Ваню Компонент Вот Библиотека Ваня Да Я думаю Ты бы Решил Эту Проблему Для меня Кроме Проблемы С интуитивностью В приложении Как в приложении Так и в Мобильном приложении Кроме этой проблемы Все остальное Я считаю Шикарно А Ну и кроме Открытых карт Которые По-моему Тяжелее Планировать Точно Поездку Но идея Они правильно Проработали Да То есть Ты когда Вставляешь Я хочу Поехать Там К Знаешь Там К стене Вот Плача Да Они как бы Раз И тебе говорят О Там Отсюда Поездка Отсюда До сюда На машине Или пешком Займет Там Столько Там Пешком Столько Там Столько Это Я хочу Времени Провести У этой Стены Например Там Два Часа И тебе Раз Раскладывают И тебе Показывают Знаешь Такой Гейдж Да Сколько Чек Да Сколько У тебя Времени Осталось Потому что Например Моя Любимая Жена Что она Сделала Она Открыла Эксель Правильно Мы все Пользуемся Экселя Потому что Набрасывать Куда-то Надо Вань Я знаю Что ты Не любишь Экселя Давай Не будем В эту Тему Потому что Рано Или поздно Все Начинает Помните Дети Все Начинается С Экселя Вот Она Набросала Там Допуст Там Два 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 Августа Да Извиняюсь Двадцатого Сентября Мы Ем С ней Плачет Вот И она Там Набросала Давайте Пойдем Посмотрим Какой-то Этот Храм Еще Чего-то Там Какие-то Этот Дэвид Кинг Дэвид Гейтс Еще Чего-то Там Она Набросала Кучу Всего И когда Я Все Подобавлял В этот Планет Царя Давидом Да Вот Когда Все Добавил В Это Приложение Если Мы Проведем Всего Один Час В Каждом Месте У Нас Уже Рабочий День Из Больше Девяти Часов И ты Начинаешь Сидеть Так И Смотреть Девять Часов Я Буду Слоняться Днем Под Солнцем В пустыне Тебе надо Быть Остановиться Чего-то Попить Там Овтяньке Еще Да То есть Ты так Смотришь Думаешь Девять Часов Подряд Я Не буду Все-таки Слоняться Да Начинаешь Выбирать Приоритизировать Потому что На Excel Когда ты смотришь О какие Замечательные места Ты не понимаешь Что например Там От Стены Плача До этих Врат Двадцать минут Пешком На машине Ты не поешь Потому что Три минуты Ехать А потом Еще Десять минут Парковаться Правильно То есть Ты туда пойдешь Пешком Двадцать минут Прогулка Это замечательно Вот Но Как бы Время Время Цигель-цигель Алюлю Вот Поэтому Когда Все это Вместе Компонуется Сразу Сразу Для человека Понятно Наглядно О Счетчик Показывает Девять часов Ой Вот Поэтому Молодцы Правильно Сделали Игорек Я Ничего Лично Не имею Против Excel Самого Когда он Используется По назначению В чем У меня проблема Это то Что люди Настолько Привыкают Его использовать То что Когда Дело Доходит До вещей Которые В принципе Не предназначенные Для него Они настолько Привыкли С ним Работать Что им Легче Все Как бы Влепить В Excel Чем Как бы Посмотреть Что-то Еще И где-то В другом Каком-то Другом Инструменте Распланировать Или еще Чего-то В этом духе Записать Информацию В зависимости Конечно От задачи И тому Подобное Просто Это Именно Он Используется Чересчур Много И Как бы Потом Заканчивается Тем Что Привыкают Настолько Привыкают Что Продолжают Его Там Я все В Excel Делаю И это Сделаю В Excel А потом Сами Разбирайтесь Что Я Игорек Не парься Ваня Просто Еще Слишком Зеленый Я Провел С Excel Два Года Работаю Я Целиком За Проблема Excel Используется Когда Нет Модели Когда Нет Четкой Модели Поэтому Все Всегда Кладется Первый Excel Зародился Для Подсчетов Кстати Гениальная Вещь Да Абсолютно Для подсчетов Для таблиц Для статистики Охрененная Вещь Просто Охрененная Вещь Потом Excel Например Если посмотреть На Microsoft Планер Проектов Планер Или как это будет По-русски Планировка Проектов От Microsoft Она выглядит Как Excel Только там Внизу Поля Немного Более Приспособлены Но В принципе Если откинуть Все остальное Excel Тебе дают Excel Вот Только Только потом Бизнес-аналисты Берут Excel С которым Они и так До хрена Работают И начинают Там картинки Рисовать Потому что Ну это же бумажка В клеточку Правильно Будут картинки Там рисовать Все правильно Потому что Excel Это знаешь Это вот Черновик Это Знаешь Как мы Excel Вот ты правильно Это математическая Тетрадка Да Вот Раз ты научился Знаешь Там В клеточках писать Она начинает Настолько удобно Что Ну да Я буду там Знаешь И рисовать И заниматься Рисованием Там буду Ну правильно Потому что Все люди Вы и так В принципе Уже не видите Эти клеточки Поэтому я там Буду и малевать Вот И там Сочинение писать В нем Это Просто Замечательно Когда люди Не выходят Из этого черновика Оно и выглядит Именно так Что Черновик Замечательно Я не хочу Увидеть Этот Черновик Не видит Те никто Заставляет Просто На работе Заставляют Потому что У них нету Модели Ты понимаешь Нету Модели Или не хотят Тратить деньги Ты понимаешь Гораздо проще Всем раздать Черновики Титанку В клетку Чем Создавать Собственную Модель Вот Поэтому Но Все это Не важно Вот Поэтому Трипоматик В шоу нотах Я предложил Кто собирается Планировать проект Или просто Хочет поиграться Ради бога Заходите Смотрите Опять же Держите В мозгах Что Там есть Некоторые Недочеты Но В принципе Самое близкое С моей идеей Что я когда-либо Видел Поэтому Замечательно Вот Был приятно Удивлен Мы с женой Я там сейчас Начинаю заполнять Извальскую поездку Она там Начинает заполнять Испанскую поездку Вот Поэтому мы там Посмотрим Как это все пойдет И возможно Я потом дополню Возможно нет Возможно Это уже настолько По меньшей мере По меньшей мере Я вставлю только Я вставлю только Один Единственный Да Плаг Еще Для них Чтобы распланировать Поездку Они вас абсолютно Не заставляют Регистрироваться Вы можете Зайти Распланировать Поездку Теперь Если вы хотите Сохранить Естественно Вам придется Зарегистрировать Трипоматик Чего Такси Такси Ну Как бы Не знаю Нет Такси Не видел Гомоносервис Может быть Автобус Я тоже не уверен Потому что Гугл карты Тебе предоставляют Автобус Кстати Потому что Я собираюсь Да Потому что Они агрегируют Все данные Даже Да Это у них Да У них Был По-моему Когда-то Я помню Бета-проект Когда они его начали Потом закончили Вот Но Абсолютно Проблема Что не всем Это доступно Да То же самое Как открытая карта У них там Это все делается На Пример Как этот подкаст Да Все работают На добровольной основе Да Кто-то Пишет Там Какие-то Проложения Кто-то Кто-то веб-сайт Ковыряет В итоге Классно Но Конечно С профессиональным Совтом Ну и снялишь Да В смысле Даже не профессионального А именно Тем Совтом Над которым Работают Каждый день За который Там Огромные деньги Всегда Так Да Вот Но В принципе Стоит Сервис Стоит Сервис Стоит Того Вот Они там Тоже Пытаются Немножечко Впихнуть Всякие Там Отели Если ты не знаешь Где-то хочешь Установиться Но это нормально Это бизнес-модель Молодцы Вот Поэтому нет Советую Пойдите Посмотрите Распланируйте Поиграйтесь Два но Открытая карта Первая Два но Два но Два Но Вот То есть Не всегда Сможете Найти Место Потому что Эти открытые Карты Не самый лучший Поисковик В мире Это вам Не гугл Карты Вот И Опять же Второй момент Не самая Интуитивная Система Вот Но Помимо этого Работает Идея Замечательная Работает Прилично Вот Поэтому Это лучше Экселя Да Намного Лучше Намного Все что я хотел Слышать Да На Выходных Я Женщина Решил Поехать Значит Она Меня куда-то Тянула Она сама Не знает Куда Хочет Она Всегда Жена Всегда Говорит Поехали Куда Не знаю Поехали Куда Нибудь Вот У нее Честное Слово У меня Женщина Выбешивает Прямо Вот Надо Куда Поехать Я говорю Дорогая Мы Поедем Куда Ты Хочешь Не знаю Давай Знаешь Куда Поедем Куда Нибудь Куда Не знаю Вот Возьми Найди Куда Поехать Поедем Нет Никогда Не находишь Это Женщина Женщина Прикола Вот А сколько За гугл Карты Просят Игорек Ну ладно Отойдем На секунду От темы Гугл Карты Там Просят По-моему Достаточно Я очень давно Считал 10 или 15 центов За Запрос В итоге Когда Превышают Там По-моему За тысячу Запросов Вот Но что такое Тысяча Запросов Это от одного Пользователя Сколько Ты запрашиваешь Сервис Потому что Например Один и тот же Пользователь В процессе Да Каждый раз Когда ты Перезагружаешь Точно Точно Да 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 Вот Тогда Просчитывали Что Да И в итоге Получается Так Вот Поэтому Гугл Карты Достаточно Выходят В чем Того Что Эти сервисы Тебе Не катят На рекламе Да То есть Там рекламу Не поналепишь А они катят На Скажем так В продажах То есть Один Грубо говоря Как это Выглядит Это так Фактически Один пользователь Может зайти Наконструировать Себе План Поездки Этот план Поездки Вам Обойдется Скажем так Там Я не знаю Там 250 500 Запросов Гугл Карта Вот Это Что это 5-10 Центов Да Не Тебе Это Выйдет Тысяча Запросов Ну ладно Давай Круглим Тебе Выйдет Там Я не знаю 5 центов Может быть Меньше Даже Вот И пользователь По сути Ничего Не покупает То есть Надо Рассчитывать Что ты Сотни Пользователей Допустим Скажем 5 процентов Что-то Купит Вот Получается Сотни Пользователей Средним По 500 Запросов Сколько У тебя Получается 50 тысяч Запросов Вот То есть Ты там Тратишь Скажем Я не знаю 50 тысяч Запросов Там За Тысячу Запросов У тебя Допустим 5 центов 5 центов Умножить На 50 На 50 Да Сколько Получается 2 доллара 50 центов Это Ты Отдаешь Гуглу Но При этом Ты Допустим Зарабатываешь Там Кто-то Значит 5 процентов От продажи Какого-нибудь Отеля То есть 5 процентов Людей Что-то Выбрало Вот Из этих 5 Я не знаю Сколько На самом деле Проплатят В итоге Просто Получается Что Гугл Плюс-минус Может Отъедать От 20 До 50 А то И больше Процентов Твоего Заработка Это Когда Уже Все будет Налажено И будет Работать Да Вот Поэтому А пока У тебя Будет Там Первая Вторая Третья Ревизия Ты будешь Тупо Сидеть И терять Деньги Вот Поэтому А И Там Еще Знаменитая Проблема Курица И яйца Да То есть Пользователей Нет А Как бы Ты больше Не получишь Пока Не будет Достаточное Количество А пока Не будет Достаточное Количество Ты теряешь Деньги Вот И В общем Там Можно Еще Дальше Рассуждать Но Суть Я надеюсь Понятна Возвращаясь Возвращаясь Значит Женщина Говорит Все Поехали Куда-нибудь Надо выйти Обязательно Надо куда-нибудь Пойти Надо что-нибудь Поделать Вот И Короче говоря Я после ванной Как раз вышел Так Ну Ладно Лег на диван Открыл Айфон Куда Поедем Я решил Наконец-то Доехать У нас В Деревне Которые Как уже Вы знаете Находятся Прямо Напротив Детройта Которые Находятся В штате Мичигане Которые Находятся В Соединенных Штатах Америки Которые Давние В давние Не задавние Времена Была знаменита Тем Что производила Виски Да У нас В деревне Находится Фабрика По производстве Тяжелого Алкоголя Да Такого Вот И Шняга Еще Зародилась Как раз По-моему До И Преуспела Во времена Сухого Закона В Америке В реке Тяжелые Металлы Да У нас Тяжелые Виски Получаются С этого Выходит Тяжелые Виски Вот И в итоге Мы Никогда Не были На этом Заводе Хотя Он Какой-то Свообразный Исторический Даже Да Я Я Еще До Сих Пор Не Был Там Уже Блин Больше Десяти Лет В Виндзоре Блин До Сих Пор Не Был И Короче Говорю Я Подумал Что Замечательная Идея Надо Туда Поехать Ну Открыл Там Какую-то Страницу На Гугле Что-то Там Нашел Посмотрел И Говорю Нам Ехать Сюда Вот Там Что-то Там Было Написано Хаким Или Там Хамин Что-то Такое Там Букервиль Я Замечательно Едем Туда Приехали Вот Зашли В какое-то Такое Складское Помещение Которое В принципе Такое Трехэтажное Складское Помещение Ну Складское Помещение Вот Там Какой-то Бар Стоит Этот Смарт-кар Внутри Вот Я Такой Знаешь Там Смарт-кар Заправляют Этим Продуктом Да Ну Он горит Да Я Зашел Там Такой Мальчик Такой Классный Мне кажется Он Еврей Не важно Вот Заходите Вы на тур Я говорю Да Мы на тур Замечательно Сейчас Мы будем Надо Собирать Проходить Там Дальше Прошли Походили Посмотрели Замечательно Вот Короче Говоря Он говорит Вы Хотите Сейчас Заплатить Или Потом Я говорю Давай Сейчас Говорит Ну Короче Говоря У нас Будет Проба А потом Еще Кружка Пива Я Такой Кружка Пива Кружка Пива Замечательно Почему бы Нет Кружка Пива Великолепно После Виски Кружка Пива Да Ну Я тоже Так Подумал Великолепно Мы пойдем Гулять По заводу С кружкой Пива Почему Нет Вот Ментальность Кружка Замечательно Короче Говоря К тому момент Как я уже Понял Что происходит Оказалось Что На самом Деле Мы пришли На Мини Мини Или как Называется Нано Я не знаю Какой популярный Сейчас термин Мини завод По производству Пива Который С тем же Самым Именем Как и наш Завод По производству Ликера Вот Виски И как бы С тем же Именем Нашего Местного Ликера Выличного Виски Производителя Да Не Тур Замечательно Был Первое Они дали Попробовать Пять сортов Пива Которые Они сейчас Производят Все Это Крафт Самодельное Как говорится Я не знаю Пиво Самодельное Крафт Переводится Вот Они Местное Производят Прямо там Прямо там Разливают И прямо Тут же Продают Вот И Покрытие у них Очень маленькое Но Они говорят Что они Значит В пиво Не добавляют Никаких Там Презервативов Да Ну Типа Свежесваренное Да Вот И Это Как в России Был класс В бочках Примерно Вот Поэтому В принципе Замечательно Чувак С нами Потратил Больше часа Конечно Ходить Поэтому Как бы Это Как его Назвать Склад И Завод Одновременно Вместе С баром Там Ходить Особа Не было Куда Там Все Прямо Там Находится Вот Я даже Делал фотографии Не ходя По этому Заводу Далеко В смысле По этому Складу Пардон Завод Склад Склад Завод Вместе С баром Пивоварня Пшена Какого-то Или Не знаю Какого-то Да Они Стараются Покупать Местное Кстати Местное Там Пшено И все Остальное Вот А он Нам В конце Принес Там Банк Это Пшено Попробуйте Вот Первый раз Наконец-то Мне Наконец-то Звезданул То есть Я всегда Знал Я не Дурак Я Всегда Знал Что Ликер Всегда Производится Из Сахара Любое Любое Бухло Производится По большому Счету Из Сахара Если Вы едете В Никарагуа И вас Там Пует Ромом Который Извиняюсь Делается Из Сахарного Тростника Конечно Это понятно Сахарный Тростник Сахар Вот Но Все остальные Ликер Водочные Изделия Конечно Тоже Производится Из Одного Или Другого Типа Сахара Вот Но Тут Первый раз Меня Звездануло Когда он Принес Значит Там Эти Семена Или Что Это Было Он Говорит Вот Берите Пробуйте Видите Они Сладкие Они Ваня Действительно Сладкие Вот И Я Первый раз Звездануло Но В общем Парень Парень Не жалел Времени Он С нами Там Реально Отработал Пиво Распробовали Пиво Налили В общем Замечательно Я считаю Кстати Если Лиза Приедет Вам Стоит Туда Сходить Вот Будет Замечательно Проведете Целый час Вот Короче говоря До Ликера Водочного Завода Мы Так И Не Доехали Может Быть На Этих Выходных Но Оказывается И Кстати Этот Мини Завод Находится Всего Навсего Он Там Последние Три Года Это Первое И Другой Момент Они Хотя Трусами Отмахиваются Что Мы Ничего Общего С Нашим Вископроизводимым Тяжелый Вискозаводом С Соседом Да Мы Ничего Общего Не Имеем Ну Кроме Названия А Также Мы Находимся В бывшем Его В бывших В складских Помещениях Ну Кроме Этого Мы Ничего Общего Не Имеем А Ну Да И Мы Еще По Блату Получили Бочки Из Кстати Между Прочем Виски В Который Мы Сейчас Залили Пиво И Пробуем Сделать Новый Сорт Пива Но Кроме Этих Трех Вещей Мы Ничего Общего Знаешь С Заводом Не И Конечно Ничего Общего Нет Нет Да 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 Есть Есть Да А Кстати Насчет Игр В Экселях Это Давно Эти Истер Экс Были Батя Еще Когда В 99 Году Работал Он Говорил Что Если Там В Экселе Зайдешь На Какую Клеточку И Так Далее У Него Там Гонки Были На Его Экселе Запрограммированные Я Не Уверен Насчет Кто хочет стать Миллионером Вот Ну да Действительно Там Просто В Экселе Там Столько Кода Что Там Запрятать Лишнюю Игру Я думаю Без проблем Можно Да Да В частности Если Вернуть Вернуться Пораньше Когда Снайпер Все-таки Спросил Периодически Дизайн Макеты Дизайнов В Экселе Пытаться Скинуть Ну Знаем Это 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 Опять же Та же Самая Та же Самая Проблема С людьми Что Как бы Это продолжение Той же Самой Проблемы То что Люди Как бы Они в Экселе Столько Работали Что они Начинают Для себя Открывать Дополнительные Функции И так далее И они Как бы Смотрят Что практически Там Практически Там Они просто Концептуально Не понимают Он тебя просто Троллит Нет Этот Он Типа Этот Они Концептуально Не понимают Что Как бы Делать Эксель Как бы В Экселе Что-то И так далее Это одно А если Хочешь По-нормальному Сделать То Как бы Вся база Должна Быть Другая Нет Они просто Не понимают Разницы Что значит Сделать По-нормальному Что значит Сделать В Экселе Для них Это Знак Равно Они же Видят Как бы Картинку В итоге Они же Не понимают Что такое Динамически Менять Картинку Сделать Ее удобную Для Для юзера И так далее И в частности Эти люди Которые Тебе Толкают Вещи В Экселе Они Обычно Как бы Ментально Настроены На Ну Понимаешь Люди Люди Обыкновенные Люди Они не рождаются Лодерами Как программист Потому что Когда рождается Программист Это родился Фактически Лодер Программист Какой первый Принцип Программиста Dry Don't repeat yourself Правильно Не повторять себя Принцип Лодеря Не надо делать Одно дело Дважды Правильно Лодерь Вот Поэтому Ты понимаешь Для них Не в облом Дважды Сходить А для нас Это Я знаю Для рабочих На фабрике Тоже На работу Идти Не в лом Конечно А вы обязательно Должны Придумать VPN Из дома Работать Ты понимаешь А я бы Нату повесился Одну и то же Самую вещь По 200 тысяч Раз в день Делать Поэтому Ты родился Программист То есть Программистом Мне еще С детства Батя говорил Да мне хоть Бревна ворочать Лишь бы Лежа Я когда Это в первый раз Услышал Еще помню Мне лет 5 Наверное было Я это сразу На уст Намотал На всю жизнь Мне хоть Начинает Развиваться Какая-то своеобразная Внутренняя депрессия Потому что я Первое Мало сплю Смотрю Аниме Вот И не даю Ване водить Машину Что-то Меня по последней неделе Я не знаю Что пробило Прямо Ваня я поведу Я поведу Ваня я поведу Ты знаешь Я на самом деле Вот эти Последние Что там 3-4 раза Я в принципе Не возражал Потому что я так мало спал Что я смотрел На эту машину И думал Блин Как я ее сейчас Нафиг поведу Я блин Я за рулем усуну Нафиг Женя такой Я поведу Замечательно Вперед А я имею ввиду Я не возражаю Я чем Больше познакомлюсь С военной машиной Тем больше Интереснее водить Сегодня блин Вообще блин Скрипел колесами Да Сегодня был Первый урок дрифта Вот Первый раз Сорвал задницу В машине Так забавно Причем на мосту Ну знаешь Чтобы Я же забочусь Об окружающих Чтоб свернуть И сразу Туда Знаешь В воду Чтобы никого не поколечь Ну или чтобы На границе задержали Нет Ну там не задержали А можно Подожди Это международное пространство Правильно Мы знаем Мы все знаем Правил нет Дрифт В международных водах А в смысле У них всегда Там гнал по мосту Там 140 Тебя не оштрафуют Международные воды Здесь полиции нету Поэтому там защиты, конечно, стоят но, по-моему, это только как бы предложение да, это предложение это не требование так что да, я ничего на этой неделе особо такого не сделал вот, кстати, я совсем забыл про водное, но вот у нас такое маленькое, что в принципе, можно и нужно его сейчас озвучить, вот снайпер на этой неделе дописал замечательный скрипт, который я еще не протестировал вот, это последний господи, ну что же товарищ с бумером, блин, не умется никак теперь у нас есть бумермен в подкасте правило бумермена в любое время записи подкаста он припаяется на своем синим посаженном широкими конецовом бумере и с пробитым глушителем и обязательно газонет вот, короче говоря последний шаг на пути восстановления значит, всех комментариев с арпода, это мы со снайпером очень долго дискутировали и боролись сперва в одну сторону, потом в другую сторону но в конце концов мы с ним значит, интерфейс как говорится, запатчили и порешили, что значит, нужно все-таки аватары проимпортировать вот, и на данной стадии комментарии вроде все выглядит правильно вот, по крайней мере, ни одного ни одного бага не было вот, пользователь добавляется правильно опять же, на данный момент ни одного бага не было замечено вот, и остался последний шаг это вот, к добавленным пользователям восстановить все их аватары с бывшего, как вы можете догадаться арпода вот, и снайпер написал скрипт для этого дела поэтому мне нужно этот скрипт имплементировать возродите своего зомби да, у меня надо скрипт верните его к жизни да, имплементировать то есть, снайпер написал не просто скрипт он написал сервис пардон а как сервис назвал? по-моему, добавить аватар или что-то добавил вот фантазии тоже нету, блин ну, да, у меня осталось только код дописать лазерус надо было назвать лазерус, ну нет, ну, лазер лазер почему лазер? потому что его воскресили в смысле, не воскресили, а воскресел хорошо вот а, ну ладно, ты эту часть в библии не читал, точно скажу, что нет извиняюсь вот, и, короче говоря нам нужно все в оригинале надо, блять, читать вот нам осталось то есть, меня осталось только дописать и я вчера просматривал как раз код программы я, кстати, хотел блог-постинг сделать но потом у меня что-то как-то отвалился вот но я стер там часть программы своей потому что первое мы ее не использовали и второе нам придется по новой все это дело использовать мне нужно написать теперь отдельную программу по добавлению аватаров и я очень рад, что это будет отдельная программа потому что ее значит она будет отдельно запускаться и скорее всего только один раз вот поэтому просто великолепно после основной программы поэтому скрипт готов мне только осталось сесть и про значит посмотрите запрограммировать вот но мы на финальном отрезке остался еще один раунд тестирования и мы на финальном отрезке вот у меня просто на финальном отрезке меня всегда вот этот пробивает вот этот не хочу знаешь, уже все и так понятно и так я знаю, что писать и где это делать и куда вставить не хочу знаешь, у меня самое большое проблеме не то, что я не ленивый я просто все очень быстро понимаю что надо сделать и мне уже потом просто не хочется ничего делать одно дело понять другое дело сделать на самом деле потому что при имплементации очень много заковырок я понимаю я уже выработал систему компенсировать типа подрасчитывать вот под эти имплеменционные нюансы это военкомат поэтому я буду отмазываться мне этот проект уже встал знаешь, посреди горла еще давно я об этом жаловался я плакался мне не прошло и вечности да и как бы поэтому мне так тяжело самого себя поднять да я вчера прогонял тесты смотрел на статистику проделанную работу кстати, между прочим у меня 66% покрытия тестами маловато маловато но у меня рейндж идет от 100% до 33% и в итоге где-то средняя 66% вот что-то ты неправильно смотришь как-то тебе общая статистика должна даваться да, общая статистика 66% но рейндж всего да, то есть ты можешь посмотреть на определенный код, который я написал покрытие 100% другой код ты можешь посмотреть который я написал покрытие 33% вот ну, неважно вот но да, мне просто давно этот проект это зачертел в том, что мне он изначально был неинтересен потому что это как я сам себя заставляю делать то, что мне не хочется это, наверное это мое поразительное свойство мазохизм это не мазохизм Ваня это называется преданность сообществу когда ты знаешь что от тебя от этого тошнит ты абсолютно не хочешь этим заниматься но то, что всего один или два человека из всей группы людей реально хотят вот ради этого одного-двух процентов из группы людей я пересиливаю себя вот то есть я думаю об этом и меня это тошнит от этого могу сделать да, знаю как сделать да нужно просто сделать вот но делаю кстати и кстати пусть люди благодарят снайпера без него это вообще бы не состоялось а насчет кода и так далее я не знаю у меня всегда мысль примерно такая что что-то похоже насчет того что как назовешь корабль так он и поплывет но с некоторой стороны если я это в частности заметил в названии своих героев в играх особенно в этих типа массивных играх вот периодически как бы если я персонажа называю как-то так ну заведомо крутым именем аля или имя которое значит что-то очень четкое то каждый раз смотришь на имя этого персонажа и думаешь блин как бы не надо не надо себя в плохом свете показывать как бы надо придерживаться стандарта ведь назвал же все-таки там я не знаю допустим именем супер-россейский какой-то надо же быть супер-россейский надо всем показать что действительно как бы соответствует имени и так далее давайте не будем стимулировать переименую проект титаник будете знать ты сейчас говоришь про запись подкаста что ли нет про код вот а так что да в общем большой поклон снайперу всем благодарю он говорит про про весь тот код который он писал чтобы парсить комментарии он троллит Ваня все он слышал все он понимает он просто троллит да вот так что ладно мы на последнем рывке на последнем да все вот мы на последнем отрезке на последнем рывке поэтому я сяду и сделаю мне просто надо сесть и сделать поэтому воодушевите меня пришлите там какой-то донейт напишите комментарий участвуйте да он внутренне возгорания да да шучу про что про то что ты мне его дашь или про то что внутреннего сгорания про то что я тебе сдам вот сука дай сюда реально да ты прикалываешься это реально и правда с японскими подшипниками это четырехступенчатый двигатель внутреннего сгорания ты вообще знаешь что такое четырехступенчатый нет вот именно поэтому я заберусь какая прелесть люди так если Ваня в следующем подкасте не будет принимать участие как и в следующих последующих не ищите он скажет труп а имеется ввиду он уехал отдыхать порву за это двигатель вот если хочешь поиграться потом я думаю в офисе поставить честно ради прикола не надо в офисе ставить Вань давай мы его встретим откуда ты его взял конечно он дорогой так понятно что он дорогой откуда ты его взял где ты его даст Вань признавайся Лиза это Лехи привела окей значит не работает так ладно неважно не возможно он такой маленький его перебрать на самое по приколу будет вот так вот мы и научимся механике начнем с маленького четырехступенчатого двигателя потом тебе переберем вмять двигатель что легко так он с воздушным охлаждением Женя с воздушным охлаждением какая разница все одно и то же не парся вот хотел рассказать историю когда я был ребенком но не будем вот так что да благодарите снайперам вот и если если вы хотите меня удушевительно пожалуйста пришлите немножечко денег поучаствуйте в комментариях очень буду благодарен если вы поучаствуйте в тестировании комментариев потому что тестировать там еще много вот поэтому люди реально хотим меня порадовать и выдушевить чем больше тестировщикам тем больше люди пишут если пришлете деньги мне нравится слово тестировщики знаешь вот поэтому пожалуйста это меня очень выдушевляет чем больше я выдушевлен тем лучше я работаю вот скажем так чем больше я работаю там пипец даже пальцем провернуть не могу да вот поэтому да мы на финальной стадии на финальной стадии так у нас времени осталось фиг да маленько так здорово мы посидели попили пиво покурили вот обсудили чат чат великолепно просто отвечает да было бы больше народу то вообще не нужно было тогда обсудить писать абсолютно вот ладно начнем пожалуй тогда обсудить вот первое не тестировщики а тестировщики от слова тестостерон люди не буду говорить передумал объяснить слово тестостеронщики фу на вас так все что я скажу вот ладно первая тема обсудить просят обсудить аниме какое аниме я смотрю какое аниме я просмотрел так ладно первое я просмотрел за последнее время несколько аниме первое это аксель аксель мир аксель или мир ускорения вот в переводе потому что там аксель они сократили от acceleration вот в английском а ну мир world есть мир вот короче говоря мир ускорения или ускоряющийся мир неплохая аниме если вы хотите тупо убить время вот потому что начинается просто великолепно вот заканчивается крайне как бы диспойнтинг как это будет разочаровывающе вот потому что скажем так чтобы ничего не выдавать драма просто драма это не драма начинается замечательная идея того что мы мы наконец-то кончим этот мир мы дойдем до конца игры круто вот в конце сериала скажем просто они не дошли до конца игры да чтобы ничего не выдавать но блять все спойлеры нафиг ну да возможно кому-нибудь нет поэтому если нечем заниматься да и хочет посмотреть такое плюс-минус аниме стоит смотреть слушай че это было за аниме где этот как он называет три блин не три а там это самое типа там главный герой какой-то а-ля пацан который жил последние хрен знает сколько там 70 лет он не стареет еще чего-то брунка или гигантская бабонька была еще чего-то чем-то смахит блин я не помню там короче вся хрень была что там были темплары которые типа защищают страну и они охотятся за бандой жутких этих блин там как он называет злодеев оказывается что эти злодеи там нехорошие но они раньше типа там работали накрали еще чего-то не знаю к сожалению вот но да мой вердикт если смотреть в принципе особо нечего вот то стоит посмотреть аксель мир ускорения да аксел ворл все названия кстати в шоу нотах поэтому не честняйтесь но если хотите что-то такого откровенно хорошего пропустите следующее аниме которое я посмотрел называется sword art sword art онлайн меч меч я не знаю интернет искусство меча да замечательное замечательное аниме я считаю что онлайн да всем его нужно смотреть вот поэтому там в принципе задумываться особо подожди а ты первый первый сезон или второй смотрел это первый сезон первый сезон первый сезон я его одним махом помню не спал ни хрена там замечательная драма там интересный сюжет мне очень понравилось и кстати маленький дисклеймер я не хардкор аниме фан поэтому если люди начнут писать что за попсяти но я истолкаю не надо я не хардкор аниме чувак он это смотрит чтобы расслабиться я не сплю с куклой у меня есть жена вот поэтому не азиатского типа да жену не азиатского типа извиняюсь дисклеймер вот поэтому он ее вайфу не называет я я я прокололся вот я ее называю чисто мухер да что в переводе с испанского значит женщина 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 вот поэтому что там с голубого детства твой хер мой хер с голубого детства игорек о чем ты говоришь ну не надо же ты говоришь ты ее называешь мухер да мухер но с испанского мухер это значит женщина ну а на русском мухер да ужас Женя не учите не учите этот не учите иностранные языки нет просто когда вы учите иностранный язык забудьте все про свой язык так называемый мухер женщина если только не хотите похохотать будет так прикажется над Ольгой мухер хотя могут не понять не важно вот следующее сурд онлайн искусство мяча второй сезон я думаю это обсуждать не стоит я вам чисто конкретно скажу даже не смотрите я посмотрел первые три серии да можете сразу пропустить и вообще справедливости ради сделайте вид что второго сезона нету никогда не существовало никогда не существовало и все такое вот сюжет поначалу поначалу вроде как интригующий но потом быстро начинает становиться жутко скучным вот историй там абсолютно филлеры эпизоды да филлеры эпизоды и все остальное в том что там сколько 24 эпизода или там 12 эпизодов я не помню вот поэтому искусство мяча второй сезон смотреть абсолютно не стоит вот после этого я посмотрел замечательное аниме которое мне кстати посоветовали на работе называется паразит смотрел паразит не помню нет вот там значит предыстория такая что на землю спустились какие-то поры непонятно откуда ну короче говоря поверьте значит что они откуда-то спустились и эти споры когда они попадали на людей они быстро начинали значит в человека проникать и вся суть дело было в том что одному пареньку он он это спора попало в руку и он каким-то образом смог эту руку пережать и не дать споре по значит кровеносным сосудам дойти до мозгов в итоге спора долго в человеческом теле не живет и пришлось материализоваться в руке вот и это спора она в принципе паразит какой-то инопланетный вот и теперь этого паренька рука стала паразитом это отдельная думающая форма жизни вот которая может преобразовать материю в разные значит сферы и так далее вот и как бы он теперь должен с ней как там уживаться и надо будет посмотреть звучит прикольно да аниме хорошее самое лучшее не думаю я предполагаю крайне что они второй сезон они по-моему не предполагали по задумке вот но не знаю вышло чаще популярно не просто что их заставили сделать второй конец аниме наверное они просто его завернули но скажем так конец аниме достаточно предсказуем поэтому когда начинаешь смотреть так не кажется но по продвижению по эпизодам ты ты просто начинаешь понимать что там концом может быть несколько и они очень предсказуемы потому что аниме настолько предсказуемо развивается что просто там, знаешь, когда последний... Другого выхода нет. Да, другого выхода нет. Вот, поэтому... Ну, приятно провести время за этим аниме вполне возможно. Опять же, это драма, опять же, там всякая поножовщина и все остальное. Ну, круто. Кровь, мясо, драма, сиськи. Скажем так, это... Сиськи есть? Есть. Круто. Вот, поэтому... Я заметил, кстати, по поводу сисьек, небольшую, какую-то странную тенденцию в аниме, я не знаю, то ли я так попадаю на разные аниме, вот. Что-то в последнее время все время попадаю на какие-то дурацкие аниме, где 60% всего примеса это обязательно показывать сиськи маленьких девочек. Ты знаешь меня, я не люблю смотреть про маленьких девочек. Нет, ну, серьезно, то, что называется Эджи или Эджи, да? Ну, Эджи это просто то, что намек на а-ля трусики показать, еще что-то. Да, 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 да. Ну, а при чем здесь маленькие девочки? Потому что они там всегда маленькие. Почему-то те аниме, которые я выбираю, большое количество в последнее время... О, ты начал выбирать аниме с маленькими девочками? Нет, нет. Там, например, описание аниме. А землю поглотили гигантские тараканы. Люди спаслись в небесных городах. И теперь команды боевых магов должны спасти человечество. Ну, и, конечно, боевые маги должны быть 13-летние девочки. Конечно. Потому что 13 лет в Японии легально. Естественно. И показывают сиськи, трусики, все остальное. И я такой сижу, думаю... Окей, и где сюжет? Ну, как? Они же только что сказали. Да. 13-летние девочки. Да. Какой еще тебе нужен сюжет? Ты что, не из Японии, что ли? Да. Кстати, между прочим, если кто хочет посмотреть... Ты смотрел Тераформерс? Тераформерс? Нет. Я его просмотрел давно. Я его не приобрел, кстати. Потому что мне кажется, он немножечко тяжелый. Но там реальная драма. Мочиловый постоянный мертвичина. Да. Там постоянно кого-то убивают. Что ж ты мне раньше не сказал? Я вообще такое люблю. Там, суть до дела, в этом аниме, в принципе, довольно-таки... как бы, суть до дела простая. По сути, история начинается с того, что начинают... Подожди, извиняюсь. Это примерно как Клеймор? Да. Это примерно как Клеймор, да. Офигеть, смотрю. Идея заключается в том, что люди посылают миссии на Марс. И сериал начинается... Аниме начинается с того, что они посылают, по-моему, вторую миссию на Марс. А компания называется Space X? Да. Вот. Но они посылают не просто людей, они берут людей и дают им какие-то сверхспособности. Там идет операция, они отбирают определенных людей и так далее. И потом они их всех сажают в корабль и отправляют. И пока вот это вот начало идет, там еще немножечко предыстории туда-сюда. Ну, так еще не совсем понятно. Но, по сути, вся история начинает развиваться, когда они уже прибывают к Марсу. Вот. И на Марсе вся планета заполнена гигантскими тараканами. Опять? Да. Но они, тараканы, они каким-то образом эволюционировали, они похожи отчасти на людей. Ооо. Да. Вот. И потом начинается мочила, потому что оказывается, что у каждого человека на борту они ему дали определенную способность. Они им морфируют жука или определенная, знаешь, там, ползающая... Подожди, тараканы или жуки? Людей они морфируют с жуками. Но на планете, на Марсе каким-то образом эволюционировали с каким-то немеренным рейтом тараканы. Ужас. Да. Вот. И они как бы люди туда отправились, чтобы разобраться, что же произошло и что там происходит. Я понимаю, крабы, но, блядь, тараканы... А, там и крабы есть. Кстати, как ни странно, это русский чувак там краб играет. Там забавный момент, что вы... Этому русскому... Он там один из командиров, и он немного староват с бородой. Ну, если русский всегда даже без бородой. Вот. Конечно. Он... С бутылкой водки и в этом в плаще. Да, он в плаще. Он без бутылки водки, но он, по-моему, сигар. И ему, значит, в первом же эпизоде... Есть, командор! Да. Ему фактически, в первом эпизоде, по-моему, когда он появляется на планете, на планете, в первой же бойне ему отрывают руку. А-а-а. Вот. Забавный момент, что он сокрещен скрабом. И догадайся, что? Ему абсолютно похуй, если ему оторвут руку, ногу. Ну, кроме головы. А-а. Потому что он может легко отрастить обратно. А что, крабы отращивают? Ну, я не помню. По-моему, да. Он с каким-то там крабом, раком, что-то такое там скрещен. Поэтому у него охуевшая броня. Вот. И даже если ему оторвут руку или ногу, ему абсолютно по барабану. Он может стоять и делать вишню. У него что, тоже экзоскелетон? М-м-м. А, ладно. Короче, смотрите. Вот. Но это тяжелое аниме. Вот. То есть, это не легкое аниме. Поэтому, собственно, я его не приобрел, потому что я не думал, что я буду второй раз смотреть. Он слишком такой тяжелый. Потому что там... Там... Надо смотреть. О-о-о! Аниме хорошее? Да. Но тяжелое. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-бу-а-тюс. Ладно. Последние быстро два аниме, которые я на данный момент... Которые... Одно аниме, кстати, я в прошлом подкасте рассказывал, поэтому я даже не буду о нем особо говорить, да? Это гейт, да? Там, где, по сути, с постороннего мира, через какие-то врата в Японию вторглись орки, летающие драконы и там хуй знает еще чего. Вот. И про это я немного рассказывал. Вот. Японская армия послала в другой мир. Но аниме такое совсем легкое, и оно еще идет, оно еще не закончилось, скажем, не ли выходит новый эпизод. Вот. Поэтому тяжело сказать... Да, тяжело сказать, на самом деле, что там происходит, но... В принципе, для развлекательной цели мне нравится. Просто, как... посмотреть на саму историю, потому что все остальное, собственно говоря, скучно, да? Ну, когда с базуки стреляешь по дракону, но исход понятен, да? Как бы... Что, дракон проглотит и вернет тебе обратно? Ммм... Из гранатомета. И всегда после, конечно, дракона. Вот. Ну, не важно. Вот. Поэтому, в принципе, неплохое такое развлекательное и легкое аниме. Точно, скажем, тяжело. Ой, блин, Игорек. Не, я... Я знаю, про какое аниме ты говоришь. Я... Единственное, что у меня до сих пор в мозгах застряло, это их реклама, которую они во время этого... Они мы постоянно вставляли, типа... Там, типа... Таб... Там, блин... Так прикольно было, то что... Там охрененная газировка была. Вот. Но эта газировка в принципе, когда люди ее выпивали там в итоге достаточно, то она их просто растворяла. Просто. Ну, блин, как кислота, знаешь, просто... Вот. Там... Ты достаточно кол выпил и просто расплавился нафиг. А что, аниме? Что, уже такого не бывает? Ты что, шокол выпьешь? Нет, ну там не так эффектно, понимаешь? Ты знаешь... Ладно, последнее аниме, которое, кстати, до сих пор еще идет, и, по-моему, на пятой серии, называется Gangsta. И, по сути, там... Детройт. По-японски. Было бы неплохо, если бы был Детройт по-японски, но нет. Кстати, нет, в принципе, да, что-то по типу Детройт, только там черных нет. Какие же там гангстеры, блин. На самом деле, то, что напоминает, это Черный Лагун. Единственное, Черный Лагун, они там как-то более динамично. Они рассказывают сразу, начинаются с команды, и потом переходят на, знаешь, город, как там все друг с другом. Ну да, там обхватывают Черные Лагуны, там это... вообще там просто история, зашибись. Там ни на секунду не останавливается, все постоянно там чего-то. Да-да-да. Эти добаные монашка, новый падре, блин, с пулеметом. Ух! Просто зашибись. А здесь история примерно Черного Лагуна, похожая. Только у них нету лодки, и там два чувака. И идея, что один из этих двух чуваков, он какой-то специальный. Там история до конца не раскрывается. Да, он особенный. Там история до конца не раскрывается, но, видимо, из того, что они показывают по кускам чуть-чуть, в какой-то определенный момент люди придумывают какое-то новое биологическое, там, этот, я не знаю, химическое оружие или что-то в этом роде. Они давали их людям, и люди получали абсолютные сверхспособности. То есть, там, немеренно быстрая реакция, быстрое тело, да, то есть, они вот такие. Ну, они что-то утрачивали. Вот. И, по сути, один нормальный человек, один вот такой вот специальный чувак, и история похожа на Черный Лагун. Но тяжело сказать, пока что мне нравится. Но, опять же, они только на, по-моему, четвертой серии, пардон, или пятой. А, блин, еще не закончилось? Нет, последние два деме, о которых я говорил, не закончились еще. Поэтому... Подожди. Я просто их нашел, и я, как бы, каждый милю посмотрел. Мне нравится. Ты попал. Я тебе говорю, у меня какая-то такая странная вот депрессия. Так, ладно. У нас остается три минуты, поэтому, по-моему, пора сказать заднее слово. Вот. Ну и потрачить в койку. А трансформеры... Ты, ты имеешь в виду японская версия трансформера? Потому что японская версия трансформеров в аниме... Да. Да, там, в принципе, как бы... Что-то на уровне Вольтрона, конечно, но мне очень понравилось. Чего заворачивать? Блин, ты... На официальном заворачивании. Не, потом мы останемся. Да, я бы сказал, что это считается за ними. Японская версия трансформер. Ладно, заднее слово транквилизатор. В заднее слово? Транквилизатор. Жень... Транквилизатор, мне спать хочется. А! У кого еще болит? А, а... Угу... 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 Хм... Да... Да? Это твое лучшее заднее слово? Да? Про межстрок. Так, люди, заходим, пишем, обсудить, комментируем. Я провожу достаточное время читая комментарии. Вот, развлекательно. Вот, поэтому приходим, участвуем, рассказываем друзьям, чтобы были новые слушатели а вот ну я желаю всем большого здравия и счастья вот и надеюсь что мы услышимся всем на следующей неделе пока кстати не забывайте заходить и прослать денег нам нужны деньги помните бабки мы все любим бабки на бабки играют все